Новости на Амурском областном телевидении, в студии Валентина Абрамова. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. Их уже девять. В области зафиксировали три новых случая коронавируса. Еще один под вопросом. Губернатор онлайн Василий Орлов ответил на вопросы подписчиков своего инстаграма. По вирусу гипохлорида в областной столице продолжают обрабатывать и набережную, и места массового скопления людей. Посильная помощь. Часть бизнесменов получит безвозмездные средства на минимальные зарплаты своим сотрудникам. Об этом заявил президент. Пасха в прямом эфире. Амурское областное телевидение покажет главную службу в режиме онлайн. Символ веры. Амурские кулинары напекли куличей к светлому Христову воскресенью. Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Амурской области. Информация размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора. При этом пик заболеваемости в регионе еще не наступил. Об этом в своем обращении к амурчанам заявила главный врач Амурской областной инфекционной больницы. Сообщается, что трое заболевших коронавирусной инфекцией члены одной семьи. Один из которых накануне инфицирования посещал другой регион России. При этом специалисты областного управления Роспотребнадзора сообщают, что заразившиеся COVID-19 получают необходимое лечение в стационарных условиях. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Таким образом, на 16 апреля с нарастающим итогом в Преамуре выявлено 9 случаев новой коронавирусной инфекции. Четыре человека уже вылечились и выписаны. Пять продолжают получать необходимое лечение. Мы еще не достигли подъема и вирус еще собирается. А население, вот я выхожу в город, когда еду на машине, я вижу толпы молодых людей, взрослых людей, пожилых людей. Я просто взываю к населению, надо беречь себя. А для этого нужно сидеть дома. Нужно пересидеть еще две недели минимум дома, для того, чтобы мы прошли порог. И можно было бы тогда безопасно выходить на улицу. Вы все придете домой, вы принесете эту инфекцию своим женам, детям, внукам. Зачем? Если это можно предупредить. Медики отмечают, что в настоящее время носить маски и перчатки – обязательная мера предосторожности от коронавирусной инфекции. Основной путь передачи которой – воздушно-капельный и контактно-бытовой. Также врачи настоятельно рекомендуют в родительский день 28 апреля не посещать места захоронений. Убрать могилы и почтить память умерших специалисты советуют позже. Безопасное время. А пока сидеть дома, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Информация по случаю коронавируса, который выявили в Тынде, пока в стадии проверки. Об этом рассказал губернатор при Амуре Василий Орлов в ходе прямой трансляции, которую он провел в своем инстаграм-аккаунте. Внимательно слушал вопросы и ответы наш корреспондент Евгений Вдовенко. Он расскажет, что волновало граждан. Как отметил губернатор области Василий Орлов, на сегодня в Приамуре зарегистрировано 9 подтвержденных больных коронавирусом. Четверо уже излечились и выписаны. У остальных заболевание протекает в средней и легкой формах тяжести. Без необходимости подключения к аппаратам ИВЛ. Прокомментировал он и новость о положительном результате теста на коронавирус у жителя Тынды. После того, как выявляются предварительные, назовем их так, условно положительные, их направляют на повторную проверку в Новосибирск. Это лаборатория Вектор, которая подтверждает или не подтверждает. Значит, по Тынде, как и по другим, подчеркиваю, друзья мои, территориям, есть условно положительные и по благовеченству. Но зачастую оказывается, что не подтверждается в Новосибирске. При этом губернатор отметил, что по прогнозам, в ближайшее время ситуация с распространением коронавируса в регионе может усугубиться. К маю мы с большой опаской относимся. Мы ждем того, что будет распространяться заболевание. И наша задача, чтобы это не произошло в форме цунами. Потому что, если это произойдет, то наше здравоохранение не справится с объемом таких тяжелых больных. У нас на сегодняшний день развернуто 397 коек специализированных, изолированных в пяти медицинских учреждениях. Ведется работа по поставкам сюда специализированного оборудования. По линии Минпромторга мы четко понимаем, когда и сколько будет поставлено. 36 ИВЛ-ов – это аппараты искусственной вентиляции легких, которые нужны для людей в самых тяжелых формах. Заболевания, они уже развернуты. Еще 30 мы ждем до конца месяца. Всего мы по нормативу развернем 139 таких. Отдельно глава области рассказал о порядке тестирования на коронавирус. Анализы, к слову, в Преамуре проводят 5 лабораторий. Значит, тесты проводятся в отношении группы, скажем так, риска, а именно группы, которые в контакт вступили с заболевшими, те, кто приехали из опасных регионов, персонал медицинский и в некоторых случаях те, кто участвовали в эвакуации больных. В противном случае у нас тестов не хватит. У нас на сегодняшний день запас тестов 10-дневный есть, исходя из того объема, который нам нужен. А тестируем ежедневно 300 человек в день. Несколько раз к губернатору поступали вопросы о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Малому бизнесу нужно услышать, что сегодня уже есть ряд очень серьезных решений. Это не только то, о чем президент говорит на федеральном уровне по телевидению. Вчера он четвертый раз уже выступал, про малый бизнес говорил. Но у нас есть собственные региональные меры поддержки. Стоимость этих мер поддержки 1 миллиард 45 миллионов рублей. И это еще не конец. Зайдите на сайт правительства, там на главной странице есть вкладка «Меры поддержки бизнеса». Помимо этого, Василий Орлов подтвердил новость о запрете весенней охоты. Поведал о продолжающейся подготовке к строительству второго моста через Зию Благовещенский. А также ответил на ряд других вопросов. И, конечно, обратился к амурчанам с призывом соблюдать режим самоизоляции. Я еще раз, уважаемые друзья, всем скажу. От нас с вами зависит, насколько тяжело область переживет эту ситуацию с коронавирусом. От нас с вами, от нашей с вами дисциплины. Насколько мы будем соблюдать дистанцию друг от друга. Насколько, извините, часто мы будем мыть руки. Насколько мы будем часто контактировать с группой риска. Евгений Вдовенко, Амурское областное телевидение. Дезинфекция по всем фронтам. Ежедневно в Благовещенске специальным раствором обрабатывают вокзалы и аэропорт. Такую же процедуру проводят на набережной Амура и в парках областной столицы. Нелли Козлова с подробностями. Чтобы добраться от автобусной остановки до дома, некоторым жителям микрорайона приходится пересекать парк Дружбы. Скоро им придется искать другие маршруты. Парк продезинфицировали и приняли решение закрыть до 30 апреля. Мы также вышли на администрацию города Благовещенска с просьбой, чтобы нам помогли обработать парк Дружбы. Было принято решение, и Амурские коммунальные системы помогают нам обработать парк. Работы здесь провели 15 апреля. При помощи каналопромывочных машин обработали территорию парка раствором гидрохлорида. Для растений и животных применяемая концентрация безопасна. На дезинфекцию парка Дружбы ушло 10 кубометров раствора. Больше спецжидкости почти в два раза понадобилось, чтобы обработать набережную. Участок от улицы Артиллерийской до Театральной. Будут идти три машины по направлению друг к другу. То есть, одна идёт от Артиллерийской и обрабатывает тротуары. Вторая машина будет идти от Театральной и обрабатывать проезжую часть. Дезинфекцию набережной ГСТК теперь проводят ежедневно с 17.00 до 20.00. Жителей областной столицы просят не посещать эту зону хотя бы в данное время, чтобы не мешать работе специалистов и вообще по возможности отказаться от прогулок в людных местах. Нелли Козлова, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Перекрыли все входы и выходы и даже повязали колючую проволоку на заборе. Эти меры приняло руководство Благовещенского стадиона Амур, чтобы перекрыть доступ спортсменам к открытым площадкам. Ведь, несмотря на все запреты, благовещенцы собирались, чтобы погонять мяч. Некоторые лезли даже через забор. Несмотря на режим самоизоляции и призыв к амурчанам максимально ограничить посещение мест массового сбора людей, некоторые граждане все же игнорировали рекомендации региональных властей и специалистов Роспотребнадзора. Так, на детских и спортивных площадках набережной реки Амур взрослые подростки активно играют в спортивные игры и прогуливаются с детьми. Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, руководство стадиона Амур не только перекрыло входы и выходы на территорию. На ограждение повязали колючую проволоку между металлических прутьев, через которые люди умудрялись пробираться на спортплощадку. Также демонтировали кольца на баскетбольных щитах. Между тем, на территории Амурской области все спортивные, массовые и культурные мероприятия отменены. Одна из кондитерских компаний Благовещенска бесплатно подставляет врачам свежую выпечку. Объясняет о тем, что именно они сейчас больше всех проводят времени на работе, оказывают сладкую помощь и волонтерам. Те тоже трудятся в режиме нон-стоп. О благодворительной идее наш следующий репортаж. В цехе рассказали, они и раньше оказывали посильную помощь нуждающимся пенсионерам-инвалидам. Теперь своей продукцией снабжают организации, которые помогают бороться с коронавирусом. Кому-то отправляют до 30 булочек в день, а некоторым и по 5 килограммов печенья. Помимо врачей, мы в данный момент тоже оказываем посильную помощь волонтерам. С ними прежде, чем что-то оказать, конечно, мы встречаемся, разговариваем. А чем мы можем помочь? Чтобы это было обоюдно всем хорошо. С волонтерами мы договорились на печенье. Будем поставлять им печенье, поставляем печенье, чтобы также они могли пить чай и кофе. Кстати, пекарей – профессия стратегическая. У них нет удаленки, и они не сидят на самоизоляции. Работа практически беспрерывная. Например, один из кондитерских цехов Благовещенска выдает до 300 тортов в день. Людей ведь тоже надо радовать. Да и семейные праздники никто не отменял. Сладкая профессия, творческая. Ну как она может не нравиться людям? Она приносит энтузиазм людям, энергию. Все любят наши тортики. Почему бы и нет? Конечно. Отдача людям – это очень многое значит. В связи с режимом самоизоляции растет и спрос на хлебобулочную продукцию. Поэтому пекари и кондитеры точно никогда не останутся без дела. Вероника Наумова, Анастасия Слесарева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом. С обращением он выступил в среду. Подробности далее. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач. В том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Единственное обязательное условие и требования к компании – максимальное сохранение занятости. На уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. При соблюдении всех условий полагается 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Компании смогут получать средства за апрель после 18 мая. Соответственно, средства за май придут в июне. По словам президента, обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса. С возможностью дистанционной заявки без очередей и спешки с 1 мая. Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов – 6 месяцев. Не менее 75% объема таких зарплат, или зарплатных кредитов точнее, должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. Что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов. Ставка по кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть реальная стоимость кредита будет ниже на 6% рыночной ставки. Путин попросил правительства Российской Федерации доработать список компаний, которые смогут презентовать на госпомощь. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей. В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов. Президент также предложил дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости региональных бюджетов. Больше 2,5 тысяч амурчан в условиях пандемии коронавируса работают удаленно. Например, из дома свои профессиональные обязанности выполняют 82% офисных работников амурских электрических сетей. Для удаленной работы специалисты перенастроили программное обеспечение домашних компьютеров. Все сотрудники имеют доступ к рабочим документам электронной почки. Перевести на удаленную работу 100% коллектива невозможно. Часть переходит в офис. Они координируют и организуют деятельность тех, кто трудится из дома. Селекторные совещания, какие-то оперативные совещания мы проводим непосредственно из своего кабинета удаленно. Общаемся или по электронной почте, или по громкой связи. Это сначала было крайне неудобно и в период формирования отчетности. Но как могут остальные сотрудники, кто остался на местах, подхватили работу и пытаются организовать достойно, чтобы не было в работе сбоев. Между тем, с 15 апреля Благовещенский РКЦ снова стал принимать посетителей. Однако в офисе действуют ограничительные меры. На одного оператора в помещении могут находиться только два посетителя. Профилактические меры по предупреждению коронавируса все еще действуют. Амурских православных призывают даже в Пасху остаться дома. При этом у них остается возможность быть участниками пасхального богослужения. Специально для этого Амурское областное телевидение в предстоящие выходные организует первую в истории региона онлайн-трансляцию праздничной службы. Подробности у нашего корреспондента Евгения Вдовенко. По традиции, ночное пасхальное богослужение – одно из самых посещаемых мероприятий Православной Церкви. Однако в этом году проходить оно будет на фоне всеобщей борьбы с распространением коронавируса. А потому массового скопления верующих необходимо избежать. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в нашей стране, да и во всем мире, богослужение пасхальное будет проводиться в онлайн-режиме. То есть священнослужители будут совершать божественную праздничную литургию в храме, но с закрытыми дверьми, без прихожан. Порядок службы совершенно не будет ничем отличаться от традиционной. Пасха есть Пасха, она неизменима. Точно так же мы в воскресный день для всех желающих, кто придет во дворе храма, будем освящать приношения в небольших количествах пришедших людей. Амурское областное уже имеет опыт организации различных онлайн-трансляций. Однако ночная работа в Кафедральном соборе будет для нас новым экзаменом. При этом сопровождаться трансляция будет комментарием не профессионального ведущего, а настоящего священника. Мы не знаем сам процесс до мелочей. Вот как мы, например, готовимся к параду, мы знаем, что, зачем и как происходит. Здесь мы, ну, такого богатого опыта у нас нету, как весь церемониал происходит, как идет служба. Поэтому мы будем тут опираться на знания тех людей, которые будут рядом и которые специалисты в этом деле. В общей сложности техническим воплощением онлайн-трансляции будет заниматься полтора десятка специалистов нашей компании. Напомним, начнется она в субботу в 23.30 и продлится до половины третьего ночи. Кстати, будем показывать на 21-й кнопке, а также на ОТР, это девятая кнопка. Вещание будет идти на сайте телеканала и в инстаграм-аккаунте. А также еще на двух ресурсах – сайте АСН24 и радио «Мир Благовещенск». Евгений Вдовенко, Иван Сюмак, Константин Волков, Амурское областное телевидение. До светлого Христового воскресения считанные дни. Кто-то уже красит яйца, кто-то печет куличи. На одном из предприятий «Благовещенска» тоже кипит предпраздничная работа. Месят тесто и пекут с добу, чтобы к Пасхе выставить на продажу ароматную выпечку. Молитва, горящие свечи, а еще запах ладана и выпечки. Сегодня в этой кондитерской особая атмосфера. Здесь готовятся к встрече Пасхи. Перед праздником Святой Пасхи мы, священники, ездим по некоторым предприятиям, куда превращают и освящаем куличи Пасхи, которые впоследствии будут распространяться во всем нашем городе. Как сообщила директор сети булочных, чтобы напечь больше куличей, пришлось сократить производство прочей продукции. Их предприятие Пасхальную сдобу выпускает уже пятый год. Все эти изделия после освещения сразу направятся в наши булочные и уже поступят в продажу. Также будет освещено и сырье, из которого будут производиться в дальнейшем тоже пасхальные изделия. Святой водой окропили и работниц небольшого цеха, ведь им предстоит в воскресенье испечь 8500 куличей. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. Спрос есть, значит, будет и предложение. Технология отработанная. Процесс оформления куличей. Оформляем белковым кремом. Украшаем символом весны. Пасхи, да, обычно украшают веточкой. Вербы у нас распустившиеся. Вербочки. Опытные кондитеры говорят, что могут оформить один кулич за секунду. Какие-то изделия украшают цветной посыпкой, маком или цукатами. На других делают объемные цветы из крема. Новинка этого года – творожные пасхи, украшенные по типу тортов. Нелли Козлова, Вячеслав Попель, Амурское областное телевидение. И на сегодня это была вся информация. Пересмотреть нашу программу вы всегда можете на сайте amurobl.tv. Самые интересные сюжеты смотрите в инстаграм-аккаунте. Всего вам самого наилучшего. Берегите себя. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова